Вопреки 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 У нас сегодня, ты знаешь, я позвал, потому что я, во-первых, честно в восторге от того, как ты выстроил свою жизнь Я, правда, абсолютно честно говорю, потому что до этого был уже и Дима Мельников, соответственно, и так далее Все ребята, они так или иначе спортивные, и в медицинской, и в спортивной индустрии Я ежедневно занимаюсь с пациентами, помимо кардиологии, а ты, конечно же, еще прекрасный кардиолог, мне поэтому еще и просто С точки зрения вот этих витаминов, понимаешь, то есть это такая вот тема, которая, мне кажется, не закончится никогда Ну и поскольку все-таки мы индивидуальные люди, я не буду начинать с витамина А, с витамина группы В, вот не дождетесь Ты знаешь, я решил вот так вот сегодня ехал, думал, как с чего начать Учитывая, что, естественно, сейчас так или иначе все будут обсуждать витамин Д Я хочу начать с него, знаешь почему? Мы сейчас начали пациентов готовить к большим операциям И в том числе мы берем у всех пациентов в рамках программы больших операций витамин Д И даже уже предварительно, я хочу сказать, что практически в 85% у них снижен витамин Д У всех этих пациентов Но и не про него, к нему вернемся Давай начнем с витамина К, про который, как правило, никто ничего не знает Вот так даже, неожиданно Совершенно неожиданно, с витамина К, потому что, как правило, даже грамотные эндокринологи Знаешь, пейте витамин Д, а про витамин К вообще вовсе забываю Что за витамин, почему он нужен И вот с него и начнем Вот неожиданный вопрос Я даже сам задумался в отношении витамина К А просто Вот работая в медицине, я с витамином К когда встречаюсь? Я же не с витамином К встречаюсь? Встречаюсь с антивитаминами К Так, я сейчас собираю в кучу остатки своего разума Пытаюсь вспомнить все, что я про витамин К вообще Давно уже ничего не читал даже Все, что я помню про витамин К Ну, мы вообще, мы из чего исходим Витамин К у нас, он У нас есть К-зависимые факторы свертывания Начнем с этого Так, дай бог поймете Десятый, девятый, седьмой, второй факторы свертывания Эти факторы свертывания требуют обязательного присутствия витамина К Без них они синтезироваться не будут Значит, соответственно, кровь сворачиваться не будет Вот Витамин К у нас подвергается определенному там циклу Который называется эпоксидридуктазный цикл Вот, все-таки я что-то помню еще Всегда По-моему, в институте хорошо учился В институте запомнил это слово Видимо, долго учил в свое время Вот Ну, а дальше Когда мы работаем именно против витамина К Тогда мы назначаем препараты, которые подавляют этот эпоксидридуктазный цикл Ты знаешь, почему я говорил про витамин К? Потому что, опять же, очень многие начинают Сами каким-то образом этот витамин пропивать Вместе, опять же, с витамином Д и так далее То, что вот это свойство в отношении свертывающей схемы Это, безусловно, одно из главных Я почему об этом вспомнил совсем недавно? Поскольку Действительно ли он так нужен? Он нужен Он нужен, потому что Как правило, люди, когда говорят Там витамин, ну, условно говоря, К2 Во-первых, я хочу подчеркнуть Есть не только К2 Есть и К1, и К3 витамины Тут есть разница Это один водорастворимый Другой жирорастворимый Тут мы сейчас об этом обязательно проговорим Потому что аудитория все-таки врачи в том числе А у нас жирорастворимый, по-моему, по-прежнему на рынке Это беда Вот, вот Спасибо огромное Я именно про это и хотел сказать Но на самом деле, почему меня это заинтересовало в большей степени даже как кардиолога Потому что это, по сути, витамин К, он чем важен? Я опять же говорю про продукты Лично я говорю Когда мы это из продуктов питания берем Потому что это в том числе и матрица кардиологическая Потому что это матричные белки, в частности, витамин К И вот насколько, Олег Букарович, он действительно нужен Вот так вот, чтобы повсеместно его использовать В таблетках, в БАДах и так далее Я вот не очень это понимаю Именно с назначением витамина К в качестве некого сапплемента А витаминного я, наверное, вообще никогда не сталкивался И вообще таких Может быть, сейчас появились такие рекомендации? Я не знаю Нет, в рекомендациях это не прописано Потому что для меня всегда витамин К Это было какое-то парентеральное средство Которое... Ну, у нас что было? У нас был К1, да, это векосол Водорастворимая форма витамина К Вот, и его назначали больным там с кровотечениями Но это с чисто религиозными целями делалось Потому что, ну, давайте будем откровенны Там усваиваемость этого витамина Она, ну, стремится к нулю А Канакион, по-моему, его жирорастворимая форма Так в России и не зарегистрировано Не зарегистрировано 100% Вот Она потому что периодически очень нужна в экстренных ситуациях Да, ну, хотя бы Да нет, мы об этом думали Когда там мы встречались Ну, у меня были случаи там передозировки Или, ну, какие-то неудачные взаимодействия орфарина Например, и мы там говорили, что Ах, них плохо было бы, если бы у нас был Канакион Но так как у нас Канакион нет Мы назначаем векосол Но мы векосол назначаем просто, чтобы было, что называется Вот, чтобы написать было, что в историю болезни Что мы знаем, что витамином К Но это мы в большей степени как антидот использовали Да, да А вот в отношении именно применения витамина в качестве... Саплимента для такого оздоравливающего эффекта Ну, честно, я не знаю Ну, вот и мне это стало любопытно Потому что работы, надо сказать, такого рода есть Когда витамин Д плюс витамин К Но это вот такая сомнительная история Как я читаю и вижу Я, во-первых, результатов не вижу, честно говоря Если с витамином Д еще результат там где-то есть То с витамином К Это все сомнительно, то, что я читаю, честно говоря Поэтому я решил спросить А люди приходят ко мне и говорят Значит, мы вот уже запаслись Вот у меня это... Он сейчас продается в открытом доступе Витамин К2 Да нет, бога ради, пусть продается Я не возражаю К2, это, кстати, жирорастворимая форма или водорастворимая? Это жирорастворимая Это жирорастворимая, то есть капсулка в масле, да? А нет, подожди, подожди, подожди Нет, К2 это не жир К3 жирорастворимая Ну, к водорастворимым формам витаминов я отношусь очень спокойно, потому что в общем виде они все-таки из организма вылетают хорошо с мочой Ну, как бы, если растворяется в воде, соответственно, растворяются прекрасно и в моче Вот, это первое И второе, их усваиваемость, то есть проникновение их в ткани, ну, достаточно сложная форма Ну, эта молекула, она просто так вот не пролезет Вот, поэтому передозироваться, наверное, будет достаточно сложно Если это водорастворимая форма По поводу передозировки, мне очень понравилась статья Это то ли в Англии, то ли в Англии, то ли не помню где В общем, очередная история с витамином D Мне кажется, это будет повторяться Значит, один товарищ решил его употреблять, так сказать, подлечиться По 60 тысяч единиц решил употреблять В итоге от цирроза ушел В день В день В день 60 60, да Скажи мне, пожалуйста, твое отношение к витамину D И вот этот абсолютный, какой-то абсолют И в отношении и детей Куда вот я вообще не лезу, честно говоря Мы не будем обсуждать детей, я детей боюсь И я тоже боюсь, честно, да, по взрослым, да, по витамину D По взрослым Ну, во-первых, вот эта вот доза Я тоже, я в свое время очень удивился, когда узнал, что выпускают дозу витамина D Там 50 тысяч единиц В одной дозе В одной дозе, да Один прием Я сперва не понимал, для чего это нужно Но оказалось, что да Есть такая методика При глубоком дефиците витамина D Когда идет восполнение Но, внимание 50 тысяч единиц назначается раз в неделю Да Там такая схема идет Вот, поэтому, естественно Применять жиростворимый витамин в дозе 50 тысяч единиц в день Ну, как бы Ну, премия Дарвина там Ну, возможность побороться Антидарвиновская премия, да Поможет Ну, удастся себя уморить или нет Ну, не факт Вот этому парню удалось Значит, витамин D Ну, опять Мода дикая То есть, все почему-то этот витамин D там Пьют Я не знаю Старательно Регулярно И так далее Откуда взялось Откуда пошло, не знаю Давай начнем с дефицита Насколько распространен дефицит? Я думаю, что Ну, во-первых Вот ты сказал, что мы Там обследовали пациентов И у всех там Сколько? 80% 80% Снижение там В чем там? В нанограммах на миллилитры? Да, в нанограммах Не знаю, там 30-30 Или сколько там цифр Я не помню референтную цифру Ну, 30 нанограмм на миллилитр Или 20 Я не буду врать сейчас, честно говоря Ну, неважно У меня, во-первых Есть вопрос Откуда взялась эта цифра Ну, вот просто Почему это считаем референтной нормой? Но это к очень многим анализам можно применить На самом деле На самом деле, да Но разброс содержания витамина D По человеческой популяции Он очень велик Просто потому, что Это зависит от уровня инсоляции Вот Ну, окей Если мы будем ориентироваться На те референтные нормы Которые у нас сейчас Да, действительно По России у нас Мы обнаружим, что у нас Ну, гипервитаминоза D нет Причем его нету Даже в самых южных регионах страны У нас не такая уж южная страна У нас не такие уж южные регионы Ну, да Если мы там возьмем Я не знаю, что там у нас там на юге Там Сириус Там Адлер Дербент Я не знаю, что еще там Там это не такие Это не тропики И там солнце падает Большую часть года Не под тем углом Чтобы кожа действительно вырабатывала Достаточно количество витамина D То есть Дефицит витамина D Мы можем найти даже там Вот То есть солнца нам не хватает Если бы мы жили Условно в Испании Да У нас там с мая по сентябрь Было бы достаточно Был бы достаточно Такой солнечный удар И мы бы запасали витамина D себе Витамин D он же хорошо запасается в организме Он же расплоримый Он распределяется в тканях Он долго там сидит Мы бы запасли бы этого счастья себе В том числе и на зиму Кстати, я хочу подчеркнуть На самом деле Ты сейчас сказал очень важную вещь В отношении депонирования Это действительно так Вот это почему-то забывают говорить Что он классно запасается Не, не, он классно запасается То есть не надо долбить себя витамином D Постоянно поэтому Вот Ну, наверное, в России Наверное, в России есть опасения Эмпирически предполагать Что у всех есть дефицит витамина D А с другой стороны А как его почувствовать? Вот Самый хороший вопрос Сейчас же как Вот этот Знаешь, вот мне очень нравится Синдром хронической усталости Это опять же Вот такая тема Которая очень удобна Для многих врачей Я, например, в это до конца не верю Ну вот никак Я категорически в это не верю Потому что Очень много иногда упирается В самые простые вещи От анемии заканчивая другими вещами Когда начинаешь Даже не копаться серьезно Но мы сейчас все находимся В постоянном стрессе Так или иначе И так или иначе Мы находимся в синдроме хронической усталости Еще плюс недосып Который мы сегодня обязательно Об этом поговорим Принципиально важный момент И вот первое Знаешь, когда приходят Мне кажется, просто это тоже Где-то дико удобно С точки зрения какой-то Эндокринологии Я уж не говорю про нормальную фармакологию Что Ну непременно сдайте витамин D И на все это списать Это один из таких универсальных рецептов То есть приходит человек Он приходит с массой жалоб И у него диагноз То, что называемый ЧАЕЗ Черт его знает У него нету объективно ничего То есть мы там потыкали У него стетоскопом Сняли И когда взяли анализы Все нормально Но он плохо себя чувствует Он ждет чего-то Я обожаю пациентов Которые курят или пьют Да им можно дать совет Убросите курить Вот вы бросите курить И все будет хорошо 50% из них уходят Потому что они поняли Что они не будут бросать курить А вот И ты еще плохой доктор при этом Ну это само собой Да А витамин D Это такой же вариант Ну давайте спишем на что-нибудь Ну давайте спишем сейчас на витамин D Благо у нас есть доступный коммерческий анализ Да, там в коммерческих лабораториях Мы там 25H Его форму смотрим обычно Вот Опять Сказать, что этот анализ Коррелирует с запасами витамина D И коррелирует с его формой Все-таки для того, чтобы подействовать Он в почках должен превратиться В следующий метаболит Один там запитает 25H Вот А мы однозначно не можем Ну хорошо Сориентировались на это Скорее всего Вот если взять Вот если взять меня Тебя там Ну нет, ладно Я грешен Я там иногда пью витамин D Вот если взять там человека с улицы Если он не пьет витамин D Ты знаешь Давай-давай будем честны Я тоже грешен Я тоже Ну вот Нет, мы берем человека И у меня как раз есть вот этот пузырек 50 тысяч Это очень удобно Раз в месяц что ли пьешь? Да Ну хорошо Тоже хорошая идея Нет, мы берем человека с улицы Просто из толпы Он не пьет витамин D И мы совершенно спокойно Ну мы с 90% уверенностью можем сказать Что анализ у него покажет Что он либо на нижней границе Вот этой референтной нормы На которой мы ориентируемся Либо чуть-чуть за ее пределами Глубокого дефицита у него нет А и скорее всего действительно Каких-то там клинических проявлений У него там нет рахита Там кости не кривые Да, у него нет остеопороза дикого У него ничего нет Ну вот мы можем свалить это В том числе на витамин D Так это или нет мы не знаем Но у нас есть анализ У нас есть в принципе доступная таблетка Ну вот эти капсулки Да, в основном Где в масле плавает там что-то Вот И мы ему можем это назначить По крайней мере откоррегировать это все Ну а там глядишь Что-то в его жизни за три месяца изменится Может быть солнышко выйдет Лучше будет настроение Может быть нет Отсюда наверное и популярность этого подхода Вывод наверное следующий Я то что хотел В общем-то и услышал Честно говоря Поскольку я уже каждый раз говорю Что это авторский проект Здесь я тоже высказываю свое мнение Почему это важно Я также подчеркну Потому что друзья мои Может быть для вас тоже будет ликбез Вообще в обычной журналистике Если есть спикер Я только спрашиваю мнение Если это авторский проект На всякий случай Кто не знает То тогда есть и мое мнение Так вот здесь я хочу сказать Что если действительно То что сказал Олег Принципиально важно Нет того же самого остеопороза Хотя тоже очень спорная история С этим То только по назначению Наверное эндокринолога И только все-таки После сдачи анализов Просто так Но я не очень понимаю Зачем это пить Ну вот опять же Да нет Мы сейчас создаем Мы сейчас пытаемся создать работу Тем, кто проводит ДИКС-эйденцистометрию Эндокринологом Но тоже неплохая история Во всяком случае Хоть какая-то история Честно говоря Нет Вот я кстати более либерально Отношусь к вопросам Значения витамина Д Другой разговор Давай в отношении дозы Значит у нас поддерживающая доза Вот если там заглянуть Я не знаю Сейчас все-то Мелькают там Рекомендациями Каких-то профессиональных обществ У меня нет времени Чтобы читать все рекомендации Всех профессиональных обществ Да Потому что Я клинформаколог все-таки По специальности Я работаю с лекарствами А у меня Ну как бы Спектр там Я не знаю Разве что патологоанатомы Наверное не обращаются И то кстати По судебке бывает Обращаются С такими вопросами Вот Поэтому Ну я Аптудейтом пользуюсь Вот я там залез в Аптудейт Просто почитал Что Зная Что ты меня будешь Про витамин Д Наверняка спрашивать Про витамин К Огрешен Даже мысли не было Вот Я прочитал Что рекомендация 600 тысяч Единиц витамина Д В суд В суд Поддерж 600 тысяч В сутки В сутки 30 тысяч На месяц Поддерживающая доза Так называемая Вот Там 50 тысяч Это методика Вот как раз таки Которая дается Это коррекция Глубокого дефицита Там Когда меньше десятки Там Уровень Вот Теперь Следующий вопрос Какая доза Является безопасной Вот Аптудейт Те, кто не верит Заглядывайте в Аптудейт С ссылочками на рекомендации Вот До 4 тысяч В сутки Включительно Вот эта доза Она в принципе Считается Все-таки безопасной Вот А далее Многие идут По принципу Ну давайте Лучше Лучше Больше Что-то Да усвоится Да Вот Ну вот до 4 тысяч Пожалуйста Там Честно Это Это Не рекомендация Я вот Одно время Там у меня был Витамин Д Там 5 тысяч Единиц капсул Ну когда вспоминал Я его пил Когда забывал Не пил Ну где-то 15-20 капсул У меня тоже самое Честно Попивал Абсолютно Вот То есть Его не надо пить Вот каждый день Это не бета-блокатор Да У него нет синдрома отмены А сейчас у меня там Где-то на кухне валяется Там по 2 тысячи единиц Вот Я то Иногда 2 капсулы пью Иногда 1 Иногда забываю Ну вот получается У меня 2-4 тысячи Единиц в сутки Вот Ну эта доза Но она с моей точки зрения Она относительно безопасная А все-таки Вот ты сказал Чел Там От поражения печени Загнулся Да Ну у витамина Д Там есть еще Некоторые нюансы Там витамина Д Скажем Просто тупо повышают Уровень кальция в крови Уровень кальция в крови Но кардиология Не очень хорошо Не просто не хорошо А сильно не хорошо А ритмию может спровоцировать Кстати Это вот Об этом даже доктора забывают Витамин Д В высоких дозах Может провоцировать А ритмию у людей У которых есть Определенная предрасположенность К активным нарушениям ритма К каким-то тахистолическим формам Вот пожалуй Дегстраситолия может Притом что я подчеркну Что это жизнеугрожающее Нарушение ритма Да Да Конечно Поэтому Поэтому С витамином Д В высоких дозах Вообще Ну шутки достаточно плохи Спасибо большое Потому что Вот зачастую приходят И я честно Иногда сам не знаю Какой ответ правильно Говорят Вот я там принимаю 10-15 Тут случай был Знаешь какой Очень любопытный Но поскольку Чтобы все-таки Немножко это усвоили Меня спросили 300 тысяч в месяц Это нормально Я говорю 300 тысяч в месяц Я говорю Ребята Вы вообще о чем Откуда вы берете Эти рекомендации Откуда Я потому что Тоже смотрю Разные сообщества Я посмотрел Есть ли Международные Они есть Кстати Они есть в педиатрии Вот Со взрослыми Все дико сложно Как всегда Вот Но 300 тысяч Зачем Это где Надо проживать Вообще Чтобы Не знаю Это надо Просидеть Где-то В чуме Не дождавшись Рассвета Причем Не знаю Первые 25 лет Там провести Но Кстати Но правда Интересный момент Еще в чем Проблема К примеру Некоторых Из кемосов У них Есть особенно У них гиповитаминоз Д Не только от того Что у них солнца Не хватает У них проблемы Скоррегировать его Бывают У них не хватает Ферментов Для того Чтобы Ту форму Которую мы даем Перевести Как раз таки В 25 OH В первую Метаболит В активную Потому что мы даем Ну по сути Мы даем Про лекарства Вот И поэтому Даже когда им Пытались коррегировать Гиповитаминоз Д Сперва Никакого эффекта Не было Ну Здесь сразу Ну без солнца Не работает А они там Вот полярная ночь Нет Там есть еще Особенность Как раз таки Вот генетическая Такая Почему так Природа распорядилась Сказать сложно А вообще Дикие рекомендации По витамину Д У меня был случай Ко мне Ну один из атлетов Ко мне Обращается Там Ну он чем-то заболел Говорит У меня там Может быть ковид Может не ковид Ну а фиг с тобой Не важно Какая-то вирусная инфекция Я принял 20 тысяч Витамина Д Ну что ты еще Ну Молодец А почему витамин Д Он говорит Ну как же Витамин Д же помогает При вирусных инфекциях Принять ударную дозу Вот откуда Это городская легенда Взялась То мы там Ну ковид мы там Витамином Д Лечили упоенно С цинком еще Да Цинк с ковидом Замешали С витамином Д Замешали И там пошли С этим на ковид Ну это какие-то Городские легенды Давай дальше Витамины группы В Вот опять же Такое расхожее понятие Понятно что нужны Вот здесь как раз Сильно споров особо нет Меня два Две вещи интересуют Ими в подавляющем Большинстве случаев Пользуются неврологи Раз И их Ты знаешь Отчасти очень боятся Онкологи А вот как раз Ряд исследований Которые у меня Мне зачастую приходится Работать с тяжелыми Онкологическими пациентами Отделения терапии И как раз Яд и витамины группы Когда Б Когда они действительно Нужны на мой взгляд Я их не боюсь Почему такое Во-первых опасение В отношении этой группы И когда они действительно нужны Давай начнем с неврологов Честно Ну почти все неврологи Обидятся Ну ладно Я все-таки скажу И давай просто Какой-то Цианакабаламин Самый простой Б6, Б12 Нет, вот у невролога Вот я в детстве Много болел И там лежал Там был какой-то Санаторий Там каком-то Еще чего-то Мы знаете Кого больше всего боялись Мы боялись Когда дети начинали Показывать неврологу Планово Потому что невролог Он рандомно назначал Витамин Кому-то витамин Б1 Внутримышечно Кому-то Б6 Кому-то Б12 Все очень больно Стоп И все они болезненные Да Все это очень больно Внутримышечно Вот зачем эти Десять уколов Витамина Б1 Ребенку Зачем они были нужны Вот я до сих пор Понять не могу Я к неврологам Ну с большим пиететом Коллеги Бога ради Неврологи Не обижайтесь Но назначение Потому что мы до вас Рано или поздно Мы надеемся Доживем Да Потенциальный пациент Уже практически Но дети Они тянут в рот Все, чего не попали А неврологи Они порой Они пациентам Назначают все По принципу мозг Субстанция темная И исследование Не подлежит Что-нибудь Что-нибудь Да поможет И вот эти Вот это вот Замешивание Всего подряд Когда это все Вводится Ну оно вызывает Просто некое Непонимание В отношении Витамина Б1 Окей Значит Есть все-таки Ну есть состояние Бери-бери По-моему Болезнь Для нас такая Глубокие дефицит Витамина Б1 Раз в жизни Ну конечно А потом Есть эта Энцефалопатия Верники Ну она кстати У нас более типична Потому что Это уже Удел алкоголиков Бомжей Человек должен Плохо питаться И пить всякую дрянь В большом количестве Долго упорно Но действительно Энцефалопатия Верники Гаеверники Она у нас Встречается Вот это вот Клинические проявления Витамина Б1 Которые вот я реально знаю Ну да Действительно Витамин Б1 нужен Меня как учили Еще когда я там Реанимация работал Мне говорили Вот привезли там Кому неясного генеза Ну первым делом Вводи 40% глюкозу Потому что Ну либо Это гипогликемия Ты его вылечишь Либо все равно Хуже не сделаешь Но если ты видишь Что это такая Сугубо пьянь Привезенная То обязательно Веди ее С витамином Б1 Потому что Иначе Он тебя там может Я хочу сказать Что тактика Сильно поменялась Поэтому Особенно в отношении 40% глюкозы Так делать не надо Поэтому Да ладно Ну хорошо Ладно Вот Обязательность Витамина Б1 В остальных случаях Дефицит Витамина Б1 При нашем питании Ну этот дефицит Заработать Достаточно сложно Может быть Ну Даже в принципе Веганы Даже они Все-таки С пищей Витамин Б1 Получают В достаточном количестве Вот Поэтому Вот эта Любовь к Б1 Ну хорошо Он Да Опять преимущество Дешевый Входит в состав Практически всех витаминов И главное И имеет характерный запах Понюхаю Валерий Букарович Ну давай так Но на самом деле Вот есть продукты Которые действительно Какие-то сложные Да Чтобы мы витамины усваивались Но с витамином группы Б1 Да и по большому счету И Б6 и Б12 Проблем-то сильно нет Б12 Но хотя бы С Б12 Можно сказать Что если вот Веганство И вегетарианство Там есть риск Дефицита Б12 Там вот возникает Б12 Все-таки мясо Какого Но витамины группы Б Там Б1 Б2 Б3 Б6 Ну Я не знаю Это надо реально есть Отшлифованный рис Постоянно и все Чтобы получить их дефицит В отношении рисков Ну В отношении передозировки Я не знаю Что опять-таки Как их надо ввести Чтобы передозироваться Водорастворимый витамин Прекрасно вылетает с мочой Слушай Есть такая формула Ее спортсмены любят Оптимен и оптивумен Это такие поливитамины Да Оптимал нутришн Там Ну дай бог памяти Там если взять Суточные нормы Рекомендуемые нормы Там 1600 процентов Там какого-то витамина Там группы Б Может быть Там 800 процентов Другого витамина Группы Б Моча Очень красивая становится Можно ее демонстрировать В ночном клубе Она такая Она такая Особенно когда ультрафиолет есть Кислотно-желто-зеленая Становится на фоне этого всего Вот это да Это красиво Ну это такой Видимый результат Ну вот Вот этот излишек Он прекрасно выводится Этих витаминах Спасибо большое Как обычно Все абсолютно доступно И простым языком В отношении онкологии Откуда такая поездь Вообще была Введение Да Вот есть такое До сих пор Вот давай здесь Уйдем сейчас в Б12 Давай Вот просто Смотри С чем я сталкиваюсь Действительно я тоже сталкиваюсь С онкологическими больными Появляется онкологический Значит онкологический больной Онкологическое заболевание Особенно распространенный рак Он зачастую приводит В Б12 дефицитном состоянии Да Вот У них соответственно То есть Б12 дефицит Все что мы имеем Там гемоглобин вниз Эритроциты вниз Потом тромбоциты за ними уявлены Ну в общем По сути развивается Эта картина Б12 дефицита Дальше их надо лечить Им нужна химиотерапия Химиотерапевт говорит Нет Я прямо сейчас немножечко Просто это важно для пациентов Это вот так называемая Панцитопения То что мы говорим Это когда проседают все ростки И мы с этим постоянно боремся У онкологических пациентов А Б12 никак не восполняется При этом при всем То есть многие просто про это Вообще забывают И самое главное Вот действительно Еще одна такая Точка зрения Что витамины группы Б Могут Они усиливают репарацию Они являются необходимым фактором Репарации клеток То есть ну раз у нас рак растет И мы подкинем туда еще витамин Б Ну получается что мы рак подкормим Ну ребята рак он у нас растет и так и так И если мы например пациента Имеем с Б12 дефицитным состоянием И мы по причине того что мы боимся Подкормить этот рак Витамином Б12 Отказываем ему в терапии Цитостатической терапии Ну собственно Все вопросов нету То есть мы сложили лапки И дальше мы просто наблюдаем Ну насколько у нас этот рак без витамина Б12 Дополнительного будет расти Ну будет он расти Будет он никуда не денется У нас другие нормальные ткани Они будут страдать А он будет прекрасно расти Вот То есть боязнь Она вот Вот это опять Это такая Ну опять городская легенда Она пошла из логического подсыва Витамины группы Б Являются необходимыми компонентами Репарации Репликации клеток Без них клеток Четвертый рост невозможен Мы добавляем витамины Б Клетки будут расти быстрее Значит будет быстрее расти рак Ну окей Загоним пациента в дефицит витамина Б12 Ткани будут страдать Нормальные клетки будут страдать Рак Ну рак он Дорогие друзья Вы помните что программа называется Вопреки Вот это и называется Вопреки расхожему мнению Сильно мучить не буду Еще три витамина И потом немножко другие Разумеется Но я не могу пройти Пройти мимо витамина С Особенно Сколько их еще Так витамин С Их много Хорошо Хорошо Витамин С И интерферон Понимаешь Вот это наше все Да Что вот непременно Знаешь Нагрузочная доза витамина С Работает интерферон И спасает от всего Откуда это Оттуда же Тоже легенда Ну во первых Витамин С Все таки Проблема цинги Это была такая проблема Более знакомая людям Если Берри-Берри Оно все как-то Было уделом Определенных регионов То Особенно страны Которые Имели амбиции Куда-то переться По всему миру У которых были Мореплаватели Да Цинги Они страдали Ну и вообще путешественники И так далее Вот И поэтому О витамине С Кстати ты мне тогда Рассказывал про первое Клиническое исследование Я хорошо запомню Джимс Лин 12 матросов А цинужили на крейсере Солсбери 1747 год Вот Он поделил на 6 пар Там двоим Начал сидр давать Двоим морскую воду Из-за борта Кому-то Капал нашатырный спирт Кому-то капал Эту серную кислоту Кому-то давал Там барли-вод Ячменную воду Там давал А последних двоих Заставлял съедать Два лимона Один апельсин в день Все Да Последние двое У него Они практически поправились Ну Они просто У них там цитрусового было мало Они все сожрали И Вышли там работать Ну а дальше Он там приехал К себе домой Они вошли в устье Темза Он говорит Извозчику Езжай в Королевскую Академию Науки Я открытие сделал В Королевской Академии Науки Ему сказали Что здесь Серьезные люди Ученые А ты кто такой Тебе там В Бискайском заливе Солнцем на голову напекло Ну и выгнали его Ну он уехал к себе Туда в Шотландию В Эдинбург Он шотландец Был Два заклятых братских народа Шотландцы-англичане Там его приняли С распростертыми объятиями То есть Да Действительно Ну а второе Значит Ну у нас Все Россия 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 это не только Страна путешественников Мореплавателей Россия это страна лагерей Ну у нас там сидели В лагерях там варили Цинги было Опять-таки Кормили черти как Вот варили там что-то Если верить в Орламу Шаламу Этот сланник Вот это что-то еловое Какой-то отвар дикий совершенно Которую было пить невозможно Ну и таким образом Спасались от цинги Поэтому Ну у нас Вот у нас укоренилось Что витамин С Это такое спасение Ну а Лайну спулинг Да Ничего этими идеями Что там Тысяча миллиграмм Витамина С А нет Лучше две тысячи Там два грамма Витамина С в сутки Я буду жить вечно Ну кстати прожил достаточно долго Он прожил долго А у него сколько Он же на себе Я про него помню У него же какая максимальная Доза-то была Там какая-то дико смешная История тоже с ним связана Вы честно Максимальная доза Потому что он-то прожил нормально А кто-то по его совету Там веселился Будь здоров Ну да Ну ладно Лайон и спойлинг Две нобелевские премии В общем Человек Причем в разных областях Имеет право Ну вот Нагрузочная доза Витамина С Ладно Хорошо Опять А тысяча Ну вот эти таблетки Там я видел Продаются у нас в супермаркетах По тысяче миллиграмм Шипучие Вкусные Растворимые Ну хорошо Ну если человек верит в это Бога ради Пусть примет этот Витамин С Один раз Два раза Ничего не будет Слушай давай Вот сейчас промежуточную историю Кстати Как вот лично ты Я знаю что Естественно мы с позиции Доказательной медицины Можем поговорить Она есть Вот просто личное мнение В отношении эффекта плацебо О я верю в плацебо Я сам плацебо зависимый И я тоже Абсолютно Эффект плацебо Он есть И поэтому Да нет Лучше пусть человек Пьет аскорбинку Но если ему надо Выпить таблетку Чем идет там Антибиотики покупают Ну мы об антибиотиках Там отдельно Как-нибудь поговорим Тема такая Глобальная Вот А другой разговор Ну ведь Ну как однократно Отноразовая Одноразовый проект Вот эта вот Мегадоза витамина С Ну наверное Ничего плохого В ней нет У хорошего Наверное тоже Да скажем честно А Я просто Знаешь к чему Чтобы простым языком Что там чудес не будет Да нет чудес не будет То если долбить Это постоянно Ну камни в почках Будут аксалатные Ну я про это и хотел сказать Ну камни в почках Повышается риск Камни в почках То есть есть рекомендуемый Доза витамина С Ну можно превысить Рекомендуемый дозу Витаминов можно превышать, водорастворимых можно, ничего не происходит особенного, но все имеет какие-то свои границы. Но если рекомендуемая доза витамина С, я не помню, условно, там 100 миллиграмм в сутки, ну пусть там 100, там какая-то некруглая такая цифра, а человек будет пить там 2 грамма в сутки, то есть 20 раз, ну, наверное, наиболее вероятно, что у него будут камни в почках. Да, давай так еще, оставим 2 и прям коротенечко. Больше всего меня просто чаще всего спрашивают, почему-то, кстати, стали узнавать, витамин ПП, вот, откуда-то тоже, почему, никто, вот ты знаешь, это последние 3 года происходит, до этого никто не спрашивал меня, откуда это тоже происходит, мне непонятно. Не знаю, вот тут я вообще ничего не могу сказать, это откуда взялась эта идея, наверное, кто-то его начал просто производить, и кто-то вбросил на рынок какую-то форму. Сейчас я про витамин ПП вообще, я не про гипервитамин, гипервитамин, вообще ничего не знаю. Вот и я ничего не знаю. По-моему, если там больных туберкулезом, если их там лечить какими-то препаратами... Больных туберкулезом лечат крайне тяжелыми антибиотиками. Вот там дефицит развивается на фоне одного из туберкулостатических препаратов. Вот, по-моему, только одно такое показание есть, и то я, честно, не уверен. Но нет, вообще в голове ничего нету про него. Вот просто. Олег Букарович, тогда так. Рубрика «За деньги да». Слушай, вот эти все поливитамины и так далее. Я исключительно как клиническому фармакологу. Вообще поливитамины, они в принципе с позиции «За деньги да», они могут вместе работать? В комбинации? Вот мы берем поливитаминку и исходим из принципа лекарства, как бы, само, то, что надо, само всосется. Лекарство само найдет свою мишень. И капли доктора Ящикова. Там приехала скорая помощь. Капли доктора Ящикова? Ну, и был такой термин на скорой помощи. Вот опять проезжают к пациенту, что с ним непонятно. Брали там все жидкое, разноцветное, сливали там стакан воды из всех ампул по чуть-чуть, смешивали это все, жидко-серо-бурого-малинового цвета, полисцирующая слегка запах, хоть цвет их выноси. Ну, капли профессора Ящикова называли. Ну, потому что ящик скорой помощи, да, вот это вот ящиком называлось. Вот называлась капли профессора Ящикова. Давали пациенту выпить, зачастую помогало. Фельдшерский чистый подход. Вот молекула сама найдет мишень. А с поливитаминами, честно, примерно так же. С другой, ну, хотят, ну, люди хотят. Это огромный бизнес. Конечно. Это великолепный бизнес. А люди хотят что-то пить. Вот приходит человек там ко мне, приходит человек и говорит, ну, вот я там, я не знаю, я там тренируюсь, я вот хочу. Ну, что я могу сказать? 99% эффективных лекарств, они запрещены, тебя диспалифицируют. Вот, хорошо ешь, ну, добавь там протеина какого-нибудь. Уже там трудно тебе столько мяса сожрать, денег не хватит из желудок. Не безграничные возможности. Вот, ну, еще что-нибудь хочу. Ну, попей какие-нибудь поливитамины. Это вот такой подход. Понимаю, это психология. Это вот такой подход, да. Слушай, ну, на самом деле, ты знаешь, я первый раз задумался, я обычно более категоричен, но я первый раз серьезно задумался. Вместо того, чтобы жрать достаточно серьезные претрены, мы не можем обо всем сейчас говорить, разумеется, и не будем. Наверное, это более безопасно будет, если он выпьет действительно какой-то поливитаминчик, который у него будет пузыриться еще. Пожалуйста, да. Ну, потом, почему это еще хорошо? Ну, вот бутылочка с водой там у спортсмена, он там что-то делает, он периодически прикладывается к бутылочке с водой. Ну, я не имею в виду, когда у него тренировочный, там, не обязательно спортсмена, ну, обычного человека. Есть такая теория вознаграждения. То есть ты сделал что-то тяжелое и что-то вкусное. Ну, там собачек кормят конфетными вкусняшками собачьими. Он тоже что-то... Хочешь, я сейчас с тобой поделюсь и на большую аудиторию. Я обычно так не делаю, ну, потому что мы же все-таки стараемся как-то более красивую картинку всегда делать в жизни. Вот я прямо представляю, как я десяточку пробегаю, а потом сладенькую газировочку, понимаешь, у меня уже в голове это. Вот, вот, пожалуйста, вот запихивается в эту бутылочку. И у меня мысль то, что ничего страшного, я отработал. Ну, вот витаминка же, она, ну, вот эта, которая шипучая, она же от массы, она вкусная. Они же делают вкусными. Ну, все. Понятно. Слушай, для затравочки такая штука, потому что у нас будет еще другая программа и не одна с тобой, но для затравочки, чтобы вы продолжали нас смотреть непременно, поскольку ты сам спортсмен, безусловно, и спортсмен прям такой с самого начала, мне это дико любопытно уже долгое время, твое отношение к л-карнитину. Ну, давай так. Все-таки л-карнитин в организме, он имеет совершенно четкую задачу. Это молекула, которая в сущности протаскивает жирные кислоты внутрь митохондрии. Это такой транспортер. Берется он у нас из двух источников. Один источник – это мясо, на что намекает название карнитина, ткарна. А второй источник – это синтез непосредственно в организме. Из гаммабутирабитаина, предшественника л-карнитина. Вот. Теперь, когда он нужен реально, когда есть дефицит л-карнитина, каким образом мы можем вызвать дефицит л-карнитина? Отказаться от мяса, отрезать изрядный кусок кишечника, вместе с стен, два рецепторами, которые его туда затаскивают. Алкоголизация – да или нет? Алкоголизация – влияет? Нет. Нет, насколько я знаю, нет. Либо… Не, ну, в разумных пределах. Я не могу сказать, что происходит с метаболизмом у таких вот клинических алкоголиков, там беда какая-то происходит. Либо назначить мельдоний, анти-карнитиновый препарат, тоже вариант. Вот. И, значит, когда у нас бывает дефицит л-карнитина реальный? Две ситуации. Первая ситуация – это дети с дефицитом врождённым, это генетически детерминированное состояние. И второе – это пациенты на хроническом хронике. Вот. Вот у них действительно развивается дефицит л-карнитина, который в том числе чреват, кстати, развитием нарушений мышц, мышечной силы и кардиомиопатии… А это очень серьёзная проблема. Да. Л-карнитиновая дефицитная кардиомиопатия – это действительно серьёзная проблема. Вот там л-карнитин, да, вот он безусловно нужен. Друзья мои, вот сейчас вы обязательно запишите, особенно у кого, кто находится на гемодиализе, это очень важная вещь. Я с ней столкнулся месяц назад. Я ездил на Северный Кавказ, и у меня там пациент, который на гемодиализе, и там было две проблемы. Это была истинная действительно дефицит л-карнитина и фосфора. Когда всё это посмотрели, очень хорошо, а там этого не делали, там никто этого не оценивает. Вот. Просто это те вещи, которые вряд ли вам кто-то подскажет, честно говоря. В спортзалах – это просто игрушка? Да. Это просто игрушка? Это на самом деле, ну, в спорте же всё-таки тоже… Непрофессиональный спорт. Нет, не важно. Мы сейчас приходим в спортзал, да? Нет, в спорте тоже проводятся исследования. И есть какие-то виды спорта, виды спорта на выносливость, когда мы работаем именно в липолитическом режиме. То есть это, ну, там человек бежит, не знаю, там, ну, 10 километров, ладно, там, полумарафон, там, 20 километров. Лыжники, велосипедисты, шоссейники. Они работают уже в режиме липолиза. И, казалось бы, л-карнитин должен, ну, облегчить вот этот вот липолиз. К сожалению, исследование не демонстрирует того, что это помогает вот даже профессиональным спортсменам. Ну, а, соответственно, вот это вот такая механистичная точка зрения. А, л-карнитин берёт жирную кислоту, протаскивает её куда-то, способствует её утилизации. И у людей формируется какое впечатление? Он способствует похуданию. Да, перевели, упростили, перевели на русский язык. Значит, услышали слова жирная кислота, утилизация, значит, от него худеют. И начинают его, да нет, ну, не худеют. Ну, хотите пить, ну, пейте, ну, хуже не будет. Вы его с мясом получаете. Вот, не знаю, в организме синтезируется без всякого мяса. Игрушка. Ну, хотите пить, пожалуйста. Я не возражаю, вреда в этом нет. Так, ну, что же, две излюбленные рубрики, вернее, их три. Гори скорее проклятый жир, понятное дело. И, друзья мои, я хочу анонсировать, у нас книжка «Повышение работоспособности и постнагрузочное восстановление». Там написано в футболе, но это не только про футбол. Это не только про футбол. Это про спорт. Мне-то это отдельно дико любопытно. И я, честно, хочу её забрать, потому что у меня оба ребёнка, футболиста. Но я с Олегом Букарычем как-нибудь договорюсь. На вторую мы эту книжку непременно будем разыгрывать. Так что следите за нами в социальных сетях. И это очень полезные вещи, поверьте мне. И с точки зрения «Гори скорее проклятый жир». Олег Букарыч меня периодически подпал... Я знаю, что в душе просто, наверное, как это правильное слово-то, троллит, как молодёжь говорит, с моими занятиями. В отношении бега мы поговорим в следующей программе. Я это оставлю сейчас за кадром. И в отношении цикла Хрэпса и так далее. По поводу силовых нагрузок. Ты вот активно занимаешься. Я, правда, я получаю удовольствие, потому что я какие-то вещи пытаюсь после тебя выполнить. Каковы нужны эти силовые нагрузки? Кому они полезны, не полезны? И всё-таки, наверное, тут тоже должна быть какая-то грань определённая. Мы говорим непрофессиональных спортсменов. Ну, нет, любые спортивные нагрузки – это штука хорошая. А именно силовые, то есть, почему это нужно? Ну, есть такое понятие возрастная саркопения. Большая проблема, я запросил сейчас, да. Всех накроет. Ну, я уже дядька немолодой сильно, да, у меня саркопения уже там должна развиваться. Ну, вот, я там... Я сейчас быстренько подчеркну, вот мы уже говорили, остеоартрит – проблема 21 века, ещё одна. И саркопения, вот мы сейчас даже в кардиологии тоже очень часто обсуждаем. Вот, то есть, борюсь. Это, ну, это первое. Второе, почему метаболически, ну, наверное, выгодно всё-таки иметь больше мышц? А просто, ну, мышцы – это метаболическая активная ткань. Вот, то есть, хорошо подготовленные мышцы, мышцы, которые находятся в тонусе, ну, они там пережигают некие избытки тех же самых углеводов. То есть, у человека, у которого просто больше процентов мышечной ткани, а в общем виде у него, ну, количество, там, вероятность развития гипергликемии, ну, она меньше, да, у него меньше вероятность развития ожирения. Вот, но давайте, скажем так, вообще спорт, как бы, ну, нет такого вида спорта, за исключением бодибилдинга, это специфическая очень область деятельности людей, в котором люди, ну, заинтересованы в именно увеличении объёма мышц. Вот, увеличение объёма мышц, там, красивое мышечное, ну, не знаю, мускулистое тело – это побочный эффект вот этого быстрее, выше, сильнее, да, общего принципа в спорте. То есть, если ты просто тренируешься, ну, в любом виде спорта ты должен быть сильнее, у тебя мышцы должны быть быстрее, они должны быть выносливее, поэтому это требует обычных физических нагрузок в зале в том числе. Это общая физическая подготовка. Вот. Если ставится задача человеком, там, раскачать себе красивое тело, это уже немножко другой вид деятельности, это бодибилдинг называется, там, бодифитнес, назовём как угодно, там разные есть дисциплины, но, честно, это к спорту имеет такое весьма приблизительное же отношение. Ну, то есть, нужна история про поддерживание мышечной массы, мышечного каркаса, не более того. Да, да, а зачем, а зачем, ну, зачем спортсмену большие объёмы мышц, вот просто вот зачем они ему, чтобы было, что веселее было таскать за собой по беговой дорожке. А как же, как же, картиночка, картиночка. Ну, так, ну, так, ты же понимаешь, что он, как бы, ну, останется на этой картиночке, а на стадионе он уже ничего не покажет. То есть, мы, объёмы мышц, они сами по себе ценностью не являются, за исключение бодибилдинга. Вот там картиночка, ну, не знаю, там, актёры, ещё, ну, я не знаю, может быть, какие-то... Но это ещё всё-таки отдельный вид деятельности, они зачастую кто-то вынужден, кто-то не вынужден, но это профессия. Это профессиональные вещи уже. Бодибилдинг – это тоже такая профессиональная деятельность, там, модели, ещё что-то тоже профессиональные. Какие ты посоветуешь, просто очень простые. Ты знаешь, вот сейчас очень много было моментов в отношении того, что и мы с тобой разговаривали не раз, что вот физкультура всё-таки и профессиональный спорт – это две противоположные вещи абсолютно. И вот я периодически вижу, ты знаешь, ты делаешь, понятно, что ты работаешь с весами профессионально. Ну, давно и профессионально. Но есть какие-то вещи, вот, например, для меня очень любопытные с точки зрения того, что это просто иногда даже вот положение тела удержать. Вот кажется так просто, а я это сделал несколько раз, и я понимаю, что у меня мышцы работают намного круче, чем я тут 60 дернул, понимаешь? Это вот, и... Потому что начинает работать это балансовые всякие упражнения, начинают работать мелкие мышцы, мышцы-стабилизаторы, то есть ты выводишь себя в позицию, в которой, ну, в обычной жизни ты не находишься, у тебя мышцы, они не привыкли к ней. Вот, ну, чаще все-таки такие тренировки, они более характерны для, там, таких видов спорта, как спортивные игры, либо спортивное единоборство. То есть там, где это, ну, если это может понадобиться, где, в общем, в каждый следующий момент времени твое тело может оказаться в необычной вычурной позиции. Ну, в частности, я точно знаю совершенно, что это в мотофристайле обязательно вот эти все тоже нагрузки, потому что... Ну, наверное, да, я об этом в спорте не разбираюсь, да. Леша Колесников, привет, это наш чемпион большой. Там тоже очень специфические вот эти вещи, потому что тоже, как он окажется в воздухе и так далее. Да, да, да. Отсюда, отсюда, и когда вот человека, просто можно взять любого человека, там, поставить без каких-либо весов, без каких-либо отягощений, дать ему определенный комплекс, казалось бы, достаточно простых движений, которые он будет выполнять медленно, с зависанием в определенных фазах, и он там через 20 минут будет, ну, никакой. Это просто потому, что мышцы будут задействоваться в непривычном режиме, они начнут работать. Но кому это нужно, насколько это нужно? Мне надо спрашивать, ну, как ты посоветуй, что мне делать в спортзале? Вот, вот я хотелось бы давать так очень простым языком. Вот, ликбез, сейчас есть одна из статей, мне она, кстати, понравилась. 150 минут в неделю спорта. Это возовская рекомендация. Ну, вот, я не знаю, 150 минут в неделю спорта, 10 тысяч шагов в день. Ну, ребят, ну, ладно, это все от лукавого. Я тут недавно прочитал, что какую-то статью опубликовали. О, ура, мы наконец-то доказали, что именно 10 тысяч шагов в день надо проходить. Да нет такого. У кого какие шаги? Смотря куда идти, с какой скоростью, по гололеду пройдите 10 тысяч шагов. Значит, я сразу говорю, спорт это штука, я имею в виду даже сейчас не профессиональный спорт, физкультуру, ладно, назовем ее физкультурой. Это очень индивидуальная вещь. И когда меня спрашивают, Олег, что нам делать в спортзале? Ну, я, прости за грубость, я по-простому отвечу, фигней не заниматься. Ну, по возможности тренера найти, работать с профессиональным тренером. Потому что самостоятельно очень трудно. Наверное, это, да не наверное, а точно это важно. Вот Олег Букарыч вам это говорит. У нас будет травматолог, который вам непременно про это скажет. И я вам более того хочу сказать, что даже профессиональные люди, которые, в частности, был профессиональный спорт, я вам могу об этом сказать. Потому что у меня был профессиональный спорт, но он никакого отношения не имеет к тем нагрузкам, которые делаю. Я многие вещи делаю абсолютно неправильно. И на самом деле эффективности ноль. И поэтому экономить на этом не стоит. Начнется с того, что вы просто результаты не получите, а закончите вы этой травмой очень серьезной. Ну и самое любимое мое, это, конечно, Олег Букарыч, вредные советы, которые мы сейчас будем давать. Олег, скажи, пожалуйста, что необходимо делать, чтобы как можно быстрее оказаться на больничной койке? Есть такой прекрасный термин, называется достигаторство. Это про меня. Не-не, сейчас, сейчас. Вот человек у нас, вот, человека взяло, переклинило, он, опа, я пробегу марафон, там, 42 километра. Ну, потому что такая манящая цифра, 42, там, круто, да. Тем более сейчас вообще это все красиво начали. Уже в России уже не считают марафонцы сумасшедшими. Ну, считают, но так, молча уже считают. Вот раньше так пальцем у виска крутили. Вот, и он там находит себе какой-то, не знаю, клуб беговой, какой-нибудь такой же вот эту секту. Ну, они ему говорят, да фигня, там, парень, там, девчонка, ты можешь, ты круто, там, 3-4 месяца тренировок, там, в лучшем случае 6, и ты пробежишь марафон, там, 42 километра с дивана. Скорее всего, если будет тренироваться, пробежит. Любой человек пробежит 42 километра с дивана за 6 месяцев. Ну, что будет? Значит, если человек до этого не занимался спортом, суставы в нуле, ну, дай бог, там, будем считать, что здоровый там сердцем не загнется. Все-таки у нас там случаются трагедии на марафонах, ну, они встречаются, там, не знаю, раз там на 100 тысяч кейсов. Вот, а глубокое отвращение к бегу. Ну, то есть правильно, не, подожди, вот, то есть я правильно понимаю, бегайте марафон и не готовьтесь. К ним. Вот, ну, вот, нет, готовьтесь, но очень быстро. Ну, понимаешь, что, приближать марафон нормально, ну, я не знаю, надо несколько лет тренироваться. Давай еще два ненужных вредных совета. Еще второй вредный совет. Залезаем там в социальные сети, находим гуру, гуру по питанию. Гуру по питанию. Это я обожаю. Что-нибудь там, какой-нибудь, значит, какие-нибудь диеты дикие, о, палеодиету возьмем, там, едим, как наши эти предки, которые саблезубых тигров за хвостом таскали. Вот, вот, палеодиета. Третий, давай, совет. Третий, ну, третий более серьезный. У нас не получилось первые два, мы хотим большие мышцы, мы хотим быть красивыми, все супер. Ну, поехали, как бы, подкурсим. Начнем принимать анаболики, подолбимся тестостероном, там, добавим гормон роста, как его называют, гармошка в народе. Будем проходить после курсовой терапии, да, мышцы появятся, да, да, за три месяца, прямо вот, вот, пять килограмм любому, вот, просто вот, любому обещают, за саму, там, дрещу, вот, у него вот появится. Что будет потом, вот сейчас рассказывать не буду, мы же вредные советы, ну, пусть пробуют, господи. Это был, ничего хорошего не будет. Это был Олег Пукарович Талибов. Спасибо большое тебе, спасибо.